Привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об очень интересном аксессуаре, который попался мне в буквальном смысле на глаза. Это компьютерные очки от фирмы Gunner. Итак, поехали! Начнем с коробки. Коробка достаточно интересная. Когда я ее первый раз взял в руки, я не знал, как ее открыть, поэтому разрезал, чтобы достать очки. Открывается она с обратной стороны. Здесь такие липучки. Здесь у нас написано на разных языках про очки. И здесь кратко то, что это специальная технология, использованная для линз. Дальше у нас открывается. И вот так достается. Здесь находятся сами очки. Тут ничего интересного. И здесь коробочка довольно-таки интересная, выполнена добротно. Везде логотип компании. Компания Gunner. И коробочка дает знать о том, что мы держим в руках хороший продукт. Итак, сами очки. Моя модель очков это Gunner Wi-Fi. Я выбрал такие, только потому, что думал, что это оправа подойдет мне больше всего. Сами дужки выполнены из soft-touch пластика. Оправа металлическая. И линзы желтые. Как говорят сами производители, то эти данные очки обживаются специальными янтарными линзами. И линзы этих очков изготовлены из специального подмерного материала и вылитые в тщательно проработанную геометрическую форму. Они предназначены для работы на определенном расстоянии от монитора, привычного для большинства пользователей. Я думаю, это потому, что очки имеют небольшой, едва заметный плюс. Также говорится, что янтарное покрытие линз оптимизировано для работы с современными LCD-мониторами, а также для работы в помещениях с так называемыми лампами дневного света, использующихся в офисных помещениях. Данные очки увеличивают визуальное разрешение, увеличивают контрастность изображения и увеличивают четкость и ясность изображения. Они призваны снимать усталость с глаз при долгой работе за компьютером. Оправа, как я уже сказал, металлическая, но сами линзы выполнены не из стекла, а из пластика. На переносице насадки мягкие, но недостаточно, чтобы давить на нос после долгого ношения очков. На глазах на переносице остаются следы от данных насадок, так сказать, что ли. Очки призваны снять усталость с глаз за счет того, что они обеспечивают комфортный микроклимат вокруг глаз и происходит нейтрализация ощущения сухости и рези в глазах. Вот и все. Такие краткие характеристики. Made in China написано, поэтому они произведены в Китае. Здесь также логотип компании. На линзе тоже логотип компании. С этой стороны логотип компании. Как я уже говорил, сделал логотипы. Данные очки смотрятся стильно. Мне нравится, как они сидят на мне. Хочется поделиться своим мнением о данных очках. Так как я слишком много времени нахожусь за компьютером, и мои глаза очень сильно резко начинали уставать. И доходило все до рези в глазах и прям до слезоточивости. Именно поэтому я решил попробовать купить данные очки, потому что прочитал много разных статей, комментариев, все, что якобы эти очки помогают. После того, как я купил эти очки, прошло уже три месяца. И вот честно сказать, я не замечал такого, чтобы у меня прям начинало резать сильно глаза, чтобы они слезились, чтобы закрывались просто от компьютера. Первое время цвета передаются неестественно, но со временем глаз привыкает, и цвета тебе кажутся более привычными. Но когда ты обратно снимаешь очки, ты понимаешь, что цвета совсем рады, не те, что в очках. Также хотелось сказать, что эти очки не подойдут для того, чтобы редактировать фотографии, заниматься какой-то такой деятельностью, где важна естественная цветопередача. Поэтому очки стоит выбирать. Есть специальные очки, вернее, этой же фирмы, только они с прозрачными линзами, вернее, с бесцветными. Вот они как раз-таки подойдут для работы с изображениями. Такие очки подойдут для игр, для работы с текстом, для интернет-серфинга и так далее. Все очки фирмы Gunner, они, по сути своей, одинаковые, и у них нет какой-либо разницы в линзах. Разница лишь в том, что форма у всех очков разная, и каждый должен выбирать форму под себя. Очки подойдут не всем людям, потому что в них есть слабозаметный плюс, который увеличивает картинку. И поэтому люди, у которых зрение минусовое, и они пробовали одевать эти очки, у них начинает бозить, и кружится голова, и начинается тошнота, и резь в глазах. Хоть и произведители отмечают, что они подойдут абсолютно всем, но вот такого не происходит. Либо это индивидуальная переносимость, либо непереносимость каждого человека. Поэтому смотрите, рискуйте. Когда я выбирал очки, у меня не было возможности их посмотреть, померить, поэтому пришлось покупать на свой страх и риск. В конце хотелось бы отметить, что мне очки помогли, либо я просто-напросто внушил себе настолько сильно, что мне действительно стало легче после ношения очков. Поэтому я могу вам советовать покупать очки, если у вас такая же проблема, как у меня. Всем, кто смотрел данный обзор, спасибо. Ставьте лайки, комментируйте, отправляйте друзьям данное видео, подписывайтесь на канал, пускай ваши друзья тоже подписывают, ставят лайки, комментируют, передают друзьям друзей. Ждите новых видео, скоро будут еще. Пока!